Добрый день, с вами я, Чарли Фукс. Убери очередной выпуск полуденного обзора. Давайте узнаем, как настроение трейдеров соотносилось с реальным движением валютных пар в этот четверг. Пара евро-доллар торговалась в диапазоне 50 пунктов. По лудню пара была в красном на 0,12%. Объем торгов на 56% больше обычного. Настроение нейтральное, длинные позиции 1%. Тренд по данной паре был переменчик у обеих сторон, равный шансу на прибыль. Определенный тренд по курсу пары фунта доллара не сформировался. По лудню пара приблизилась к своему первоначальному уровню. Объем торгов типичный для этой пары. Настроение медвежье. Короткие позиции 16%. Учитывая, что курс пары повышался и снижался, успех в торгах зависит от времени. По курсу пары доллара и иена превалировал медвежий тренд. Курс пары повысился выше дневного минимума. К полудню пара была в красном на 0,19%. Объем торгов на 36% меньше среднемесячного. Настроение сильное быще. Длинные позиции 47%. Снижение курса пары принесло много рисков для трейдеров. Но убытки будут незначительными, так как торговля была медленной. Курс пары фунта иена опустился на 64 пункта. Но последующий рост пары отменил некоторую часть потерь. Торговля была активной, объем торгов очень высокий. Настроение медвежье. Короткие позиции 27%. Во время снижения курса пары у трейдеров были хорошие шансы на успех. Но последующий рост принес много рисков. Курс пары евро иена снизился. Но затем он немного восстановился. И к полудню пара была в красном на 0,24%. Объем торгов средний. Настроение сильное медвежье. Короткие позиции 42%. Снижение курса пары стало хорошей новостью для трейдеров. Но у них возникли некоторые риски, когда пара достигла дневного минимума. Полуденный обзор четверга подошел к концу. Оставайтесь с нами и не забывайте, что наша статистика обновляется каждый час. До свидания.